братья мир всем сегодня вот такое предложение поступило и на молитвы пришло и братья подтвердили что действительно так надо сделать у нас здесь образовалось сообщество достаточно большое мы вместе молимся занимаемся и часто бывает такое что происходит всякие события за которыми не уследишь в нашем с интернет-сообществе просят люди молиться проблемы какие-то возникают и такое предложение было собрание проводить каждое воскресенье с временем но можно будет еще определиться вот пример вот сейчас 12 часов по москве вот в это время в котором каждый кто захочет может поделиться что за эту неделю произошло вот и ком-то помолиться надо кто как благовествовал какая радость ему какую господь дал радость на этой неделе ну и вообще о наших событиях общих которые у нас здесь происходят вот с этой целью вот сейчас мы и собраны ну и конечно хотелось бы услышать согласны ли все здесь вот кто здесь сейчас есть с этим правильно это мы будем поступать или нет вот игнатий технович подтвердил говорит что можно я тоже считаю что это нужно нам здесь скажите вот слово свое тот поговорит вот на собрании правило чтобы он камеру включал если она есть конечно и если в час все согласны с этим но большинство будет то можно уже обсудить будет правило этого собрания ведущих определить да я согласен я за да все вижу георгий тоже вижу петр князев тоже вижу все все отличная идея вячеслав михаил вижу но думаю да тут братья все согласятся но мы тут противников не будет четко сказать можно да ты только все зашел да я только зашел ну нет еще пока сейчас сам вопрос что мы собрание все решили вот про него не хотел давай говори туда я вот в ответах на вопросы нашел где-то игнатий технич спрашивают как вот общину вы образовали и дает ответ о том что у нас происходит собрание послужение обсуждаются у кого какие вопросы у кого какие потребности кто больной там кого посетить кого навестить вот эти все вещи и мы таким образом живем как община настоящая то есть мы вникаем в дела друг друга потом изучаем писание и но мы становимся ближе и там вот это все по пунктам расписано в ответе на вопрос и я взял это дело и скопировал себе но немножко изменил и срединский монастырь там представил настоятелю чтобы не выделили помещение то есть это то что там прописано не могу попробовать найти сейчас там непосредственно это уже дано игнать тихоич прям рассказывает как у них это было и сделано но мне не дали но дело в том что я давно за это рату и скажем так прочитав это и виде собрания заочно так что я ну то есть двумя руками просто за ну спаси христос ну и путин все собрания проводят все сейчас электронным образом то есть дистанционно там школах собрания сейчас дистанционно все дистанционно то есть везде здесь нам в принципе ничего не мешает то же самое это делать ну тогда такой вопрос в собрании все мы определились следующий каким образом его проводить вот если взять вот повод этому как что игнатий технич предложил то есть начале чтения писания получается даст толкованием вот как они проводят а потом уже каждый но есть ведущий то есть который постоянно следит кому дать слово ну и каждый уже говорит таким образом я так это вижу или не нужно в начале писания читать у нас занятие же в 2 нужно нужно господь и снова но там надо просто определить что читается то что евангелие дня предположим фрагмент и толкование или все чтение евангелие дня как то есть просто узнать у них выгнать их что здесь даже достаточно думаю что его для дня давайте с толкованием чтобы было более продуктивно что через два часа занятия и там уже и толкование писание а здесь за два часа нужно чтобы вот люди высказались и я думаю что начинать нужно а может быть ведущий сам будет о себе рассказывать вот а другие подтянутся если не будет выступающих тогда уже прочитать писание и регламентировать по времени а вот у меня такое предложение у нас обычно в 6 часов вечера по москве виктор савченко ведет как раз таки занятия по писанию с толкованием именно вот дня писание дня а в два часа мы занимаемся да по обычной программе а в 12 мы должны может выбрать то есть не читать писание мы не можем потому что господь основа так и сказал правильно пётр яковлевич не можем поэтому надо выбрать просто может быть допустим одна глава евангелия все и по порядку так идет одна глава евангелия мы прочитываем примеру говорили может выберем другую какую-то книгу и вот все прочитываем начинается собрание но видишь игорь он ведет там там как бы уже занятие обсуждения а то что собрание там происходит у них я так понял что читается фрагмент какой-то но предположим сегодня там тоже читалось деяния сегодня читались и на службе и читается вот этот фрагмент и толкование без обсуждений это занимает буквально там 5-10 минут а дальше идет собрание а потом уже занятия а виктор он часто не может вот он сегодня мне написал просит провести вместо него там ну то есть можно не ориентироваться на то что там и даже если там повторится там же идет рассуждение обсуждения так еще у кого какие предложения может начнем с молитвы а ну и потом уже обсуждение то есть вопросов евангелия на нож через два часа уже еще какие предложения у меня тоже предложение как обычно у нас молитва в это время а потом собрание то есть 100 поклонных прочитать обожать на 100 поклонные что поклонных да тогда в 20 минут не вложим сюда же там из писания 100 поклонные у нас на общении не останется уже ну кратко такое какое-то молитвословие краткая ну представьте воскресенье правила прочитали потом сходили на службу потом пришли еще здесь добавили 100 поклонную потом еще и потом писание а потом только общение потом опять писание просто можно сломать кого-то я вот за это как у играть тех ночью барнауле сделано мне кажется там самое верное за столько лет уже килигранна вытащенная чтобы не изобретать новое так игнатий тихонович да вот здесь у нас видите мы решаем как начинать у нас собрание лучше можете посоветовать несколько предложений николай астахов то как раз и советует в простоте должно быть не 100 поклонная краткая молитва кто ведущий ведущий все время один этот на занятиях по изучению евангелия от марка там каждый раз можно избирать другого а здесь определенно у нас вот виктор андреев и он дает молитвы краткая молитва молитва это занимает не больше там полминуты вот а дальше уже как будет время посчитать из священного писания если другого тоже не это не не жесткая такая система а сколько сколько уже ну полностью считает а может часть того что сегодня считалось смотреть потому что людей это здесь достаточно для того чтобы хоть помаленьку каждому сказать а как сказать люди будут поднимать руки нам как-то все это настолько естественно настолько ровно идет что никогда по-другому не было поэтому я ничего нового добавить не будут у нас никогда не было здесь ни противоречий не не как и всегда заканчивалась молитвой краткой молитвой и воздиянием рук и все а после этого одна уже пение и трапеза ну вот то есть все понятно короткая молитва дальше какие-то отрывки мы писание с толкованием почитаем и уже там определять на месте примерно там может пять минут до она пройдет вот сегодня я хотел бы обратить внимание на это если что-то считается не спеша быстренько просмотреть сегодняшнее храмовое чтение и посмотреть какие места выделены именно вот это на этом остановиться даже с повтором вот у нас на занятиях сегодня попросил прочитать еще раз хронометраж времени священника а то настолько интересная тема получилась и считать там которые есть комментарии тут кажется отошли кто-то мне нет все здесь это просто не видно все назначаем молитву кто совершает краткая молитва не больше полминуты хорошо тогда надо выбрать кто будет ведущей постоянным замена его замена когда он не может потому что я не всегда я не каждое воскресенье могу я предлагаю семенова вячеслава сергеевича за за а я никиту я за никиту вячеслав сергеевич я за а теперь назначаем помолиться кому повторяю молитва должна быть не больше полминуты так а молиться всегда какой-то один человек да любой так же назначает но это уже он смотрит ведущий ну как правило у нас она один он почему-то так делает хотя в уставе не обговорено и нету и устава то такого нету вот у меня когда говорили вот я вел занятия в университетах а какая программа у вас никакой программы нет больше всего удивляла людей что программы то нет а как трехтомник наш полное толкование нового завета дальше противосектантские уроки из ветхого завета песни песней четыре с половиной года два раза в неделю по два часа это я говорю о программе в университетах то есть ничего не выдумываю ничего не изобретаю начинается молитвы сейчас молитвы христос воскресе из мертвых от вознесения до троицы вообще только святые божие святые крепкие а дальше опять царю небесный и у нас настолько это было благословенно и незаменимо но приходилось и мне вести и поэтому каждый раз вот вообрази молитву я объяснял царю небесному шестьдесят проповедей сказала объясняю эту молитву и каждое объяснение до 20 минут занимало но в нее входила вся программа сегодняшнего дня над это уже надо потрудиться ведущему может тут изменится как-то по-другому ну смысл тот там то видишь мы в одном в одной аудитории собирались а писание считает тоже не ведущий правильно назначается человек двое были считал у нас игорь владимирович дебунов а я разъяснение давал а в это время поступали записки вот в этом была соль вся вот эти вопросы которые у меня сохранились частично частично четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса которые разошлись на 33 тома когда я их уже оформляла конечно я тут уже с материалами с добавками но вопрос оставался дословно какой был а объяснение более расширенное вот оно такое как сейчас есть я знаю тут кто-то у меня натакался вот это гладыщуки Елена дальше Наталья усатая я у них сам переписываю когда они скидывают и как будто первый раз вижу ну все понятно тогда тогда я назначаю молящегося Никита помолись пожалуйста брат раним на молитву так кажется что стопоклонная молитва у нас нет короткая молитва перед собранием просто благословение у богов и спросить я просто пришел позже я думал собрание уже идет сейчас мы определяли кто будет ведущей твоя роль была выдвинута но видишь выбрали меня во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь Христос воскрес из мертвых смертью смерть по праву сущим во гробе живот даровал Христос воскрес из мертвых смертью смерть по праву сущим во гробе живот даровал Христос воскрес из мертвых смертью смерть по праву сущим во гробе живот даровал Аминь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешного Господи Иисусе Христе Божий наш Слава Тебе, Господи За собрание и возможности проводить Благослови наши беседы Устрой все по разуму По священному Писанию, по мудрости Твоей Прибудь с нами, хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух Аминь 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 Николай Зачитай, пожалуйста, минут пять Писание с толкованием Из сегодняшнего чтения Выбери там Да, Игнат Тихонович Брякни Вещи в этом Пащенко Он пришел там сейчас, чтобы он узнал С Юрием пригласить их Они же не знали про это Как там, на него выйди Дай ему звонок, чтобы Он был и знал А к нему еще кто-то может по Теряевке прийти Николай, прочитаешь? Да, сейчас я открываю момент И камеру не забудь включить Вот и Владимир пришел Пащенко Мир тебе, брат У нас теперь в 12 часов По Москве То есть по-вашему в 4 Это проходит занятие Ой, не занятие, а собрание Нашего интернет-содружества Если что, чтобы вы просто знали с Юрием И там в Потеряевке тоже знали Мы там будем рассказывать Что у нас произошло за неделю Помолиться о ком, проблемы Плохое слово Все понял А собрание только по воскресеньям? По воскресеньям Хорошо Думаю, вот здесь можно выбрать какой-либо Все, не надо читать Какое-нибудь Можно даже послание какое-нибудь То, что, допустим, сегодня на собрании не читала Су Игнатия Тихоновича Ну, а я не был Я вот Луку открыл уже Так что, ну, можно Луку прочитать Тут Завершающий как раз Ну, смотрите, можно и другое взять Потому что они там читали, по-моему, Евангелие А мы можем послание Ну, давай Тогда Деяние, да? Да, можно Деяние Давай Деяние Это я сворачиваю тогда Луку Так, сегодняшнее чтение Деяние апостольских И 9 глава 32-42 стихи И как раз Святитель Пиапа нам тут Дает еще Получение Так, шрифт достаточно крупный Да Сейчас я найду Он почему-то сбивается сразу Так, Деяние апостолов 9 глава 32-35 стихи Случилось, что Петр, обходя всех Пришел и к святым Живущим в Лиде Там нашел он одного человека Именем Энея Который восемь уже лет Лежал в постели в расслаблении Петр сказал ему Эней, исцеляет тебя Иисус Христос Встань с постели твоей И он тотчас стал И видели его все Живущие в Лиде И в Сароне Которые и обратились К Господу Толкование блаженного Фефилакта Почему Петр не ожидал Обнаружения веры Этого мужа И не спросил Желает ли он быть исцелен И это чудо было совершено Конечно, в особенности В назидании многих А с другой стороны Чудеса здесь не обнаруживали Еще свои силы А потому здесь И неуместно было бы Требовать веры у них Потому-то апостолы И хромого не спрашивали Итак, Христос Полагая начало чудес Не требовал веры Так и они не требуют А в Иерусалиме Вера в них, конечно Распространялась раньше Распространилась раньше Мы читаем это В Деяниях апостолов 5 глава 15 стих Так что Выносили больных на улице И полагали на постелях И кроватях Да вы хотя тень Проходящего Петра Осенила кого из них Потому-то там И много было Сотворено чудес А здесь Тогда только было положено Начало им Деяния апостолов С 36 по 43 стихи В Иопии находилась Одна ученица Именем Тавифа Что значит серна Она была исполнена Добрых дел И творила много Милосты Случилось те дни Что она Занемогла И умерла Ее омыли И положили в горнице А как Лида Была близ Иопии То ученики Услышав Что Петр Находится там Послали к нему Двух человек Просить Чтобы он Не замедлил Прийти к ним Петр Встав Пошел с ними И когда он прибыл Вели его в горницу И все вдовицы Со слезами Предстали перед ним Показывая рубашки И платья Которые делала серна Живя с ними Петр встал Выслал всех вон Преклонив колени Повалился И обратившись К телу Сказал Арифа Встань И она Открыла глаза Свои И увидев Петра села Он Подав ей руку Поднял ее И призвав Святых И вдовиц Поставил ее Перед ними Живую Это сделалось Известным По всей Иопии И многие Уверовали В Господа И довольно дней Пробыл он В Иопии У некоторого Симона Кожевника Толкование Блаженного Феофилакта Лука Поставляет И имя ее Показывая Что она Соответствовала Своему имени Была так Бдительна И добра Как серна Потому Что часто Многие имена Даются По божественному Домостроительству Сделали все Что следовало Сделать Над умершим Заметь Простоту Прочих И отсутствие Всякого Высокомерия В Петре Не сами идут Но просят Через двоих Об исцелении И он приходит Почему они Не позвали его Пока Таня Умерла Считали Недостойным Утруждать Этим Учеников И отвлекать И делать им Сотруднения В деле Проповеди Поэтому То Лука И говорит Что было Близко Показывает Великое Смирение Ее Потому что Она находилась С ними И жила С ними И обращалась Со всеми Как одна Из них А не так Как мы Теперь Для чего Он изгоняет Всех вон Для того Чтобы не тронуться Слезами И не потерять Спокойствие Духа Усердно Совершает Молитву Потом Поддерживает Ожившую Потом Понемногу Возвращаются Жизнь И силы Ее Заметь Отсутствие Всякого Высокомерия В Петре Совершивший Такое Великое Чудо Он ищет Пристанище Не у нее И не у Другого Какого-либо Знаменитого Какого-либо Знаменитого Человека Но у Кожевника Симона Он не стыдится Людей Ничтожных И не дает Великим Повода Превозноситься Комментарий Игнатия Лапкина Самые Большие Затруднения В деле Проповеди Причиняют Теплохладность Незнание Пути Божия Забвение Прямой Заповеди Божий О проповеди Если Сегодня Сделать Полный Хронометраж Времени Любого Священника За день За неделю Месяц И год Это же Касается Архиерея И Патриарха То какой Процент Времени Выпадает На проповедь Не на случайную Проповедь По случаю Праздника Заранее Кем-то Составленному Но на проповедь Вдохновленную Касающуюся Душ Человечески На любом Производстве В любом Деле Есть Специалисты Специально Для этого Назначенные Имеющие Большой Опыт Которые Определяют Какие Процессы Являются Второстепенными И даже Ненужными Без Каких Движений И Передвижений Можно Обойтись Чтобы Все силы Отдать Главной Работе А Любая Работа Ценится По Конечному Результату И Что Получится На деле Большинство Времени Уходит На Богослужения Требы Выезды Пустопорожнее Время Перепровождения Приемных Архиерея И Благочинных Кто И Когда Православной Церкви За Тысячу Лет До Сего Времени Озаботился О Главном Не Делать Им Затруднение В Деле Проповеди Если Спросить Любого Прислужника Где Сейчас Священник Которого Ты Ищешь Тебе Не Ответят Что Он Занят Делом Проповеди Почему Ответ Только Потому Что Проповедь Стоит Не На Первом Месте И Не Является Главным Делом Жизни Священников Проповедь Всего Лишь И Притом Редко У Кого Является Малой Составляющей Богослужения Приложением К нему И Все Знают Чем Занят Священник Он Или Готовится К Богослужению Или Совершает Богослужение Или Отдыхает После Богослужения А Согласно Блаженного Феофилакта Толкующего Деяния Апостолов Проповедь И Только Проповедь Должна Стоять На Первом Месте И Ничто Не Должно Делать Затруднение В Деле Проповеди Весь Смысл Миссии Христа На Землю Заключается В Спасении Падшего Умершего Человека Первого Адама И И это Возможно Только Через Слово Божие Через Слышание Его Через Вдохновенную Проповедь В Духе Святом Римлянам 10 глава 17 стих Итак Вера Отслышание А слышание От Слова Божия И поэтому У каждого Священника Должна Быть На руках Охранительная Грамота Заверенная Патриархом И Синодом Что никто Не может Делать им Затруднения В проповеди По Смыслу Девять Десятых Двухчасового Богослужения Должно быть Отведено Дело Проповеди Возрождению Души И обращению К Христу И только Одну Десятую Часть Посвятить Богу Богослужению И молитве Это требование Самого Бога Касающегося Всего Что мы Приобретаем Касающегося Всего Что мы Приобретаем Сегодня Самое Большое Препятствие В деле Проповеди Православной Православной Церкви Забвение Слова Божия Абсолютная Потеря Изобвение Авторитета Святой Святейшей Библии Слово Святейшей Библии Встречается Только Два Раза И касается Места Жертвоприношений Причастия То есть Молитвка Игове И Истинной Веры Число 18 Глава 10 Стих На Святейшем Месте Ешьте Это Все Мужеского Пола Все Мужеского Пола Могут Есть Это Святынью Да Будет Для Тебя Иуда 1 20 А Вы Возлюбленные Назидая Себя На Святейшей Вере Вашей Молясь Духом Святым И Это Слово Святейшей Неприменимо Согласно Слову Божие Никому И Ни К чему Все Остальное Вымыслы Человеческие А в Псалме 118 113 Стихе Мы читаем Вымыслы Человеческие Ненавижу А закон Тво Люблю И Ко всему Святейшему Что указано Выше Приводит Проповедь О Христе И Чтобы Все Смертные Считали Недостойным Утруждать Эти Учеников И Отвлекать И Делать Им Затруднения В Деле Проповеди И Святитель Феофан Затворник Предлагает Мысли На каждый День Короткое Тоже Тут Вот Ты Выздоровел Не греши Больше Чтобы Не случилось С тобой Чего Хуже Это Он Толкует Евангелие Атеана До этого Читаемая Про Расслабленного Грех Не душа Только Поражает Но и Тело В иных Случаях Это Весьма Очевидно Других Хоть Не так Ясно Но Истина Остается Истинную Что И болезни Тело Все И всегда И ради Грехов Грех Совершается В душе И прямо Делает Ее больное Но Так Как Жизнь Тела От души То От большой Души Конечно Жизнь Нездоровая Уже То Одно Что Грех Наводит Мрак И туго Должно Неблагоприятно Действовать На кровь В которой Основание Здоровья Телесного Но Когда Припомнишь Что Он Отделяет Отделяет От Бога Грех Источника Жизни И ставит Человека В разлад Со всеми Законами Действующими И в нем Самом И в природе То еще Дивиться Надо Как остается Живым Грешник После Такого Греха Это Милость Божия Ожидающая Покаяния Обращения Следовательно Большому Прежде Всякого Другого Дела Надо Поспешить Очиститься От грехов Совести Своей Примириться С Богом Этим Проложится Путь К благодетельному Действию Лекарств Слышно Что был Какой-то Замечательный Воин Который Не приступал К лечению Пока Больной Не исповедуется И не Причастится Святых Тайн Замечательный Врач И чем Труднее Была Болезнь Тем он Настойчивее Этого Требовал Деянием Ничего Не сказано Но Паян Он Прокомментировал Все Чтение Окончено Спаси Христос Брата Это Как раз Я понял Сейчас Чтобы Когда Я прочитал Что Это Ровно Сегодня И читалось На собрании В Барнауле Потому Что Игнать Тихон Скал Что Про Время Священников А мы Тут Про Время Прочитали Да Я тоже Это Понял Братья Сестры Я попрошу Две Минуточки Хочу Прочитать Слова Там Где Ты Читаешь Слово Божие Постав Своё Имя И это Тебе Грешнику Говорит Господь Иоанн Златоуст И вот Наблюдая Уже Несколько Лет Я Читаю Что Предварительно Читая Задание От Господа Читая С Деяний Или С Апостольских Плавно Переходишь Переходишь Получаешь Ответ В самом Евангелии И вот Сегодня Как раз И И Ней И Тафифа Как раз Бы Медленно Переходят В Евангельское Поэтому Позвольте Мне Вот Начало От Овечьих Овец От Овечьих Купели Прочитать И Я Поставлю Один Два Вопроса Пётр Нет Сейчас Собрание У нас У нас Не Занятие Занятие По этим У нас Шесть часов Сегодня 18.00 Будет 18.00 Как раз Вопрос Как Вот эти Все вопросы Подниматься Будут У нас Не занятие По Библии Вот в чем Вопрос Благодарю Благодарю Братья Ну Проводим Первое Наше Собрание Первое Собрание Нашего Интернет Содружества 12 23 Мая 2021 Года И За На этом Собрании Ну Каждый Может Кто Захочет Рассказать Что С ним Было За Эту Неделю И Поделиться Чем То Что Для Всех Будет Важно О Ком Помолиться Я Первое Начну Расскажу За Эту Неделю О Событиях Важных Для Всех Скоро 11 Июля Крещение Наступает И Вот Игнатий Тихонович Приглашает Всех Потеряев Кути Кто Здесь Сейчас Участвует Приехать И Принять Крещение Кто Еще Не Крещен А Кто Крещен Те Могут Приехать И Для Общения С Братьями Помочь Поработать На Трудо Неделю Поэтому На этой Неделе Я Наверное Уже Многим Отправил Эти Приглашения И Вот Мы Что Я могу Сказать За себя Я Моя Жена 4 Июля Мы С Казани Выезжаем Со мной Будет Если Бог Даст То Большая Вероятность Что Елена Перелыгина С Двумя Детьми Своими Ее Сейчас Здесь Нету Потом Александр Борцов Тоже Из Елабуги Такой Недавно Вышел Недавно С нами Появился Расположен Очень сильно Алексей Журавлев С Украины Молодой Человек Он С нами Тут Давно Уже Есть Он 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 Должен Тоже Приехать Будет Через Москву С Украины Ну Еще Где-то Человек 6 Примерно Под Вопросом Поэтому Я Прошу Я Уже Об этом Говорил Молиться О Дал Благословение Свое Поскольку Билеты Сейчас Очень Подорожали И много Особенно Те Кто За границей В Казахстане Там Какие-то Могут Возникнуть Трудности Там Сейчас Тесты Всякие Берут Не знаю Чуть ли Не Вакцинацию Требуют Уже В Европе Эти Паспорта Вводят Уже 100% Уже Все Там Будет Без Паспорта Специального Где У тебя Там Этот Ковидный Что Ты Привит Там Ты Не Болеешь Нельзя Будет Никуда Выехать Ну Вот Такое Дело Далее Игнатий Тихонович Поручил Пригласить Всех Знакомых Ну Людей Известных Максима Степаненко Вот Я отправил Ему Приглашение Тоже Приехать Головину С семьей Своей Там С его Командой Тоже Отправили Уже Передали Ну Мне сказали Что ему Уже Будет Передано Это Уже Не знаю Может Уже Передали Даже Максим Каскон Я его Тоже Пригласил Приехать Он Ответил Что в Этом Году Не Получается Он Благодарит И передает Поклон Отцу Яким И всем Братьям Далее Даже Мы Приглашаем Даже Георгия Максимова То есть Показывается Что Шумы Открыты И для него Даже Чтобы он Сам Приехал Все Посмотрел Тоже Ему Я направил Приглашение Вот Сейчас Ищу Тоже Контакты Дворкина И Новопашина Тоже Будет Отправлено Приглашение В Потеряевку Далее Кто Еще Ну Шахмату Понятно Брат Николай На нем Вот эти Юревичи Фасты Михаил Фаст Геннадий Фаст Тоже Их всех Приглашаем Поэтому Просим Об этом Обо всем Молиться Отца Наума И Я уж Тоже Не ожидал Игнать Тихонович Говорит И Невзорова Тоже Пригласите Ему Я тоже Направил У него Там Это Какая-то Студия В Москве По-моему Я ему Туда направил Тоже Письмо Приглашение Там Представил Все Кто Такой Игнатий Тихонович Про Потеряевку Что Это Такое Что Он Тоже Может Приехать С Вот Такие Новости За Эту Неделю Ну Еще Что Могу Сказать Видео Всякие Вышли Грек На нас Игнать Тихонович Выходил Какой-то Я смотрю Мне пишет Какой-то Человек Ну Может Недели Две Или Три Назад Вышел Какой-то Человек Что-то Пишет Там Поздоровался Что-то Из писания Приводит И Потом Пишет Мне Да Ты Труст Как бы Ты Боишься Со мной Выйти На связь А я Даже Не знаю Что Выходить На связь Я Его Даже Не знаю Дальше У меня Опять И опять Сообщение Подряд Прям Навязчиво Так Ты Боишься 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 Я Говорю Ну Давайте У нас Сейчас Занятие И После Занятий Когда Я Там Занимаюсь Своими делами Какими-то После Занятия Мы Выйдем И Пообщаемся Я С Игнатьем Тихоновичем Буду Вместе Этот Грек Его Зовут Митрофан Оказалось Потом Оказалось Я его Ну Как бы Знаю Там Какие-то Ролики Видел С ним И да И братья Тут Его Знают Как-то Так Вот Он Выходит С нами На связь То То До Этого Он Ну Сами Понимаете Вот Все равно Как бы Это не какой-то Добрый гость Который К нам Пришел А Может быть Даже Враг Я подумал Что все равно Ладно Мы его Примем Ну И вот Этот Грек Вошел И стал Там На синодальный Перевод Наезжать Тут Неправильно Не Причастие Говорит Не Умирают А спят Не Выращивают Волосы А Как бы Там Их Там Заботится О волосах Что-то Такое Ну То есть Стал Под сомнение Ставить Синодальный Перевод Ну И мы Особо С ним Так Не Общались Он Там Больше Говорил Книги Свои Показывал Ну И все Закончилась Эта Беседа Но Она На этом Не Прекратилась Видимо Какие-то Люди Какой-то Друг Грек Тоже Вот Этого Друг Этого Митрофана Стал Выходить На Владимир Такой Православный Один Так Все Называет В Под Рассказывать Там Про Игнатия Тихоновича Про Меня Там Что-то Там Неправильно Как-то Все Толкуется Я Там Пытался Выйти К ним Тоже На Связь Ну Что-то В Комментариях Написать Ах Ты Сектант Этот Владимир Сразу Меня Игнатий Тихонович Меня В общем Покрыл Сектант Еретика Разговаривать С тобой Нечего Ну И Вот Это Хочу Рассказать Чтобы Вот Эти Ролики В Интернете Все Есть Они Как Раски Обсуждают Вот Это Событие Вот Этот Нашу Беседу С Митрофаном Обсуждает Георгий Вот Новый Друг Вот На нас Вышел Тоже С Нами Тоже Он Посмотрел Эту Беседу И Говорит Что Мы Там Как-то Неправо Я Неправ Был И Как-то С Этим Митрофаном Разговаривал Ну Не По Старше Ству Как-то Не Говорил Ничего Такого То есть Должен Был Я Как-то Себя По-другому Вести Как С По Мнению То Что Как С Гостем Я Должен Вести Хотя Он Не Гость Он Сразу Пришел Агрессивно И Он В отношении Игнатия Тихоновича Который Его Старше Говорил Совершенно Неуважительно Я Это Видел И Поэтому Я Его Осаживал То Я Старался Как-то Его Остановить Здесь Это Георгий Почему-то Не Увидел Ну Вот Собственно Тоже Об этом Хотел Рассказать Чтобы Помолились Об Этих Людях Они Вот Которые Вот Эти Греки Совершенно Настроены Агрессивно И Постоянно Крутятся Уже Лет Девять Они Крутятся На Интернет Ресурсах Игнатия Тихонов Часами Ничего Не Делают Их Нигде Не Видно Чтобы Они Там Благовестовали Где-то Но Других Обсуждать Это Вот Будь Здоров Заходят И Обсуждают Так И Вот Четвертое Еще Что Хотел Рассказать Я Уже Давал Отчет Небольшой Деньги Которые Мы Собирали На Дополнительный Резервный Архив Собраны Все Братья Тут Мы Закупили Оборудование Сейчас У Администрации Уже Оно Стоит Но Еще Не Собрано Потому Что Тот Человек Кто Собирает Он Заболел Спаси Всех Христос У нас Лишнее Это Написал Где-то 35 тысяч Осталось Это Все Пустится Дальше На Резервные На Жесткие Диски Резервные А Вот Пока Еще 11 Июня Не Настало Для Тех Людей У кого Не хватит Денег Приехать На Крещение У кого Нужда Будет Такая Но Денег Не Хватает Оттуда Мы Пожертвуем Потом Конечно Человек Этот Вернет Когда Уже Он Сможет Ну Вот Собственно По Тем Событиям Нашей Группы Которые Всех Касаются Я Рассказал Сейчас Кто Хочет Вот У кого Кто Чем Поделиться Пожалуйста Говорите Можете Поднять Руку Я Могу Сказать Если Пока Думают Давай Николай Тебе Слово Дается Так Надо Включить Камеру Тоже Так Меня Наверное Не Очень Видно На Свет Было Видно Тебе Сейчас Еще Получше Сделаем В общем Я Стоял В оптиной Пустыне На подворье В Москве И Меня Человек Прям Буквально В храме Подходит Ко мне Говорит Такой С бородой Нетронутой И Протягивает Так Руку Типа Ну Здоровается И Говорит Надо Говорит Выйти Выйти Надо Я Думаю Ну Хорошо Давно Не Выходил И Уже Сузба Заканчивалась Все Мы Вышли И Он Говорит Я Говорит Молился Писал Вячеславу В инстаграме В личное сообщение Хотел Найти Тебя В Москве Нужен Был Кто-то Кто-то Имеет Общение С Игнатием Лапкиным И Вот Молился Об этом Деле Чтобы Здесь Был Какой-то Братский Можно Было Дела Делать Общаться И Поверь Ну И Вот Я Там Снимал Подошел К Настоятелю Архимандрит Милхизедек Артюхин Ну Мы Знакомы С ним Так Я Там Видео Его Монтировал Короткие Ролики У меня Там Плэйлист Целый 60 Или 70 Роликов Есть Из Его Бесед И На Пасху На Значит Я Подошел Там Спросил Благословение Снимать Всю Службу Заснял У меня Тоже На Канале Это Есть Он Благословил Мы Там Побыли Дмитрий Лемеш Тоже Я Взял Побыл Ему Понравилось Очень Там Все Пророки Изображены На Храме Ветхозаветные Пророки Практически Все Там Даже Мадам Изображен Его Это Очень Поразило Насколько Такой Храм Необычный У них Там И Все Разрешают Там Ходишь Там Он На Клиросе Стоял Там Рядом С Клиросом Дмитрий Там Живет Он Там Подмосковье В районе Мкада Там Какой-то У них Поселок Частный И Там Дом У него Ну Живет Там Пообщались Он Постоянно Слушает Тоже Канал Во свете Библии Включает Там И Что-то Делает Параллельно Ну Ему Примерно Какого Там 62 Года Он По-моему Рождение Супруга У него Людмила Которая Хочет Принять Крещение Ну Пообщались По вере И вот На днях Тут я ездил За город Там И он Мне говорит Ты мне Пошли Пришли Куда Ты едешь И он В итоге Мы Помолились В 5 утра И в 6 утра Он мне звонил Что он приехал Даже ничего Не говорил Что приедет А просто Ну и приехал И помог Там Сильно помог Разобрать Там Много чего Выбросили Там И прочее Целый день Работали Ну Беседы Тоже у нас Были В молитве Участвовали В занятиях Ну Вот его смутил Этот грек Он вышел Там Целый час Практически Говорил Мне практически Слово Не давал Вставить Я его там По Библии Там То что он Говорил Что вот У греков Они верующие Что у них Там Можно литургию Совершать И я ему Из Исаии Сделал Выписку Когда он Обличает Господь ему Говорит Иди Обличи И Там Но у меня То есть Я ему Много выписок Сделал Пока он Говорил Но он Практически Ничего Не получилось Мне сказать Поэтому Уж как Есть Он просто Выговорился Сам Какого Получается И все А то Что я мог Хотел сказать Что Вот этот Пророк Он говорит Не надейтесь На обманчивые слова Здесь Храм Господний Храм Господний Храм Господний Если вы Не исправите Пути Ваши Деяния Ваши Не будете Верно Производить Суд Между Человеком И соперниками Ну и так Далее Он пишет Что Я оставлю вас Жить на месте Семь На этой земле Который дал отца Ну то есть Он угрожает им Он говорит Что И то же самое Что Георгий Там приводил Что у них Можно литургии Везде совершать Это ничего не значит Если ты заповедь Не соблюдаешь То это никуда не идет Ну много там мест Я разных выписал Но там можно взять Тоже полезное В отношении того Что Можно было Имея опыт Попробовать Сейчас рулетки Общение есть Попробовать их Обратить То есть Развернуть их И Как-то Постараться Все-таки Услышать И дать им Ответ Уже Потом А ему По факту Не дали Высказаться Получилось Так То есть Он как бы Выглядит Как жертва В этом Что-то есть То есть Понятно Что Предварительно Все что было И все что сказано Это Что настроен Как и прочее Но То что Можно было Попробовать По-другому Но сейчас Уже не отмотаешь А у нас Опыт Такого нету Как у тех Кто участвовал В беседе Поэтому тут Смотреть на сражение Со стороны Это понятно Что каждый Тут начинает Умничать А ты когда Сам там Окажешься Но сейчас Он желает Выйти на этого Грека Пообщаться с ним И У меня есть Опасения Все-таки Чтобы Тот его Не свернул Потому что Там уже Он начал По тем следам Идти Выискивать Что-то Смотреть Хотя И толкование Все нам Говорит о том Что Перевод у нас Правильный А говорить о том Что То есть Если перевод был Неправильный То толкование Бы расходилось Поскольку Но он может Сказать Что и толкование У нас Тоже Переведенное И поэтому Там и неправильно Тоже Но это уже Совсем Мы знаем Что У нас Канонизированные Святые Ну то Мы знаем Что канонизация Это тоже Под вопросом Сама Не судите И как Прежде времени Но мы знаем Что Это Люди Спасались Руководствуясь Этим И Нечего Тут упираться Рогом Просто И вот Я боюсь Его оставлять Один на один С ним Поэтому Хочу Может быть Тоже Выйти На беседу С ним С этим Греком Ну и Просто Дать Поговорить Но не И записать Именно Не особо Там Не вмешиваться А Митрофан Он Тоже Мне писал В 2019 Году И Ну писал Там Все Мы должны Соблюдать Каноны Мы должны Каноны Соблюдать Ну и Я говорю Ну да Должны Потом Еще Что-то Писал Я ничего Не понял Я ему Говорю Что-то Я вас Не понял Он говорит Я по-русски Пишу Ну какая-то Ну Видно Что Человек Как-то Странно Изъясняется Вот так Скажем То есть Два года назад Еще У меня Есть С ним Там Переписка Три Даже Почти Ну и Из новостей У меня Тут Значит Это Людмила Георгия Супруга Хочет Принять Крещение В потерявке Хотела По крайней Мере Сейчас Я уже Не знаю Как Она Переменилась Нет В этом Своем Желание Потом Я Заказал Евангелие Значит Валентине Хапилиной Заказал Сто Экземпляров Она Просила Симоненко Ольга Просила 200 штук Ей Заказал Потом Георгию Заказал Ну я Там Ему Заказал Просто 2000 Чтобы Он На Подворье Оптиной Пустыни Там Распространял И У Матроны Московской Я Предложил Что Там Куча Безбожников И неверующих Всяких Приходит Которые Слово Про Христа Не Слышали Вот Мне Там Надо Договориться И Там Раздавать Я Хочу Им Там Очередь Большая К Матроне Стоит И Раздавать Хочу Им Там Евангелие И Вот Мне Надо Егуменью Поймать И Взять Благословение Я Уже Там Раздавал Как-то Но У меня Охранники Там Остановили Сказали Что Нужно Чтобы Благословение Было Ну И Себе Заказал 3000 Штук Потом Анатолий Менщиков Заказал 300 Штук И Еще Там 500 Штук Ну Тут Одна Меня Душа Просила Вот И В храме Еще Там Где Я Привозил До Этого Евангелия Тоже Туда 500 Штук Еще Заказали Там Целый Стенд С Евангелиями После Тау Как Я Привез Один Раз Они Сделали Стенд Теперь Они Это Сделано Постоянный Поток Поставили Вот И Мне Этот Дионисий Который Там Работает Он Сказал Ваша Заявка Направлена Руководством Рассмотрение Потому Что Там Получилось Порядка 5000 Наверное Евангелие Заказал Примерно Так Ну В принципе Все Сегодня Дмитрий Лемеш Тоже Видел Сретенский Он К нам Приехал Я Его Везде Там Поводил Показал У Места Писание Из Ветхого Завета На Стенах Расписано Прямо Непосредственно Сретенский Монастырь Там Лестница В храм Поднимаешься И там Много Много Места И Сюжеты Ветхозаветные Отображены Все Которые О Христе Говорили Там Хорошие Из Даниила Из Осайи Вот Сейчас С ним Расстались Он К себе Поехал Ну Так Вкратце У меня Такие Вот Новости Ну Спаси Христос Брат Тут Вот Комментарии Сестры Дали Читаешь Так Кто Следующий Чем Поделиться Вот Сестры Наталья Ты Можешь Рассказать Что Это За Человек Ты Знаешь Вот Валентина Знает Тоже Эти Митров Вот Эти Греки Которые Выходят Митрофан И Вот Это Дмитрий С Ними Вообще Никакого Вообще Не Надо Иметь Даже Не Не Прикасайтесь К ним Заболеете Они Там И На Сергея Козлова Там Они На Него Выходили Он Потом Ему Хуже Стало Состояние У него Хуже Стало После Этого Там Совершенно Немирный Дух Вообще Небожественный На Сто Процентов Они Ничего Не Понимают Абсолютно На Всех Кто Новички На Них Нападают Сразу Начинают Им Что-то Говорить Там Демон Сидит Который Всех Отводит Этот Демон Им Обязательно Надо Выйти Поделиться Этим Своим Демоном С Другим Их Вообще Сразу Блокируете С ними Не Общайтесь Даже Они Представляете Столько лет Сидеть На наших Ресурсах На Игнати Тихонов И в таком Состоянии Пребывать Это Невозможно Только Если Ты Не Противник Христов Можно Сказать Да Дело В том Что Ему Не Надо Доказывать Ничего И Он Не Будет Слушать Ему Надо Кого То Учить И Он Выходит На Новичков На Всех В инстаграме Вот В моем Мой Мир Игнати Тихонович Очень много Людей Которые Новички Приходят К Игнати Тихонович Он Смотрит По Скайп Беседам Там Просто Видна Имя И Фамилия Во Время Беседы Он Находит Этих Людей Скайп И он Так На Меня Вышел Но Просто Он Наверное Не Думал Что Я Могу Ему Отвечать На Развлечения Духов Ты даже Можешь Не знать Слово Божие Но Господь Тебе Дает Прочувствование Даже Во время Беседы Состояния Какое У него Вообще Такой Спорный Противный Дух С ним Не надо Никакого Общения Он Ничего Не будет Слушать Ему Надо Кого-то Учить И все У него Есть дети И внуки Он Их Не учит Если Греция Он Может Выйти На Сайты Там Где Он Живет Выходить И Общаться А Почему Он Там Не Общается А Потому Что Настоящие Греки Это Как Евреи Чистые Они С Этими Полукровками Они С Ними Не Ведут Общение Даже Они Не Работают Вместе Это Очень Редко Где Греки С Полукровками Они Работают Вместе И Какое То Имеет Общение Они Друг Друг Не Принимают И Поэтому Он Выходит Вот На Таких Русскоязычных Пусть Он У себя Проповедует Я Митрофана Знаю Только По Беседам С Игнатием Кикановичем И То Что Вячеслав Я С С С С С С Но Я Удивляюсь То Что Он Меня Нашел В Соцсетях В Моем Мире Где Я Уже Лет Пять Не Состою И Вышел На Меня Через Это Какое У Него Какое Упорство Искать Нас А Потом Терроризировать Да Сестры Это Так И Есть Это Вот Один Дух У Них Вот Он Вот Это Дмитрий Митрофан И Борис Вот С Украины Я Помню Когда Первый Раз Вышел На Благовестие У Меня Этот Ролик Стоит Он Потом На Меня Вышел И Со Мною Беседовал И Благовествуешь Да Это Беса Говорят Настоящие Беса Ты Метаешь Бисер Перед Свиньями И У Ничего Не Изменилось Сейчас Дмитрий Вышел На Владимир И Тоже Там Они Обсуждают Что Бисер Мы Метаем В Чатурет Когда Мы Проповед Вы Бисер Метаете У Них Все Одинаково Они На Благовестие Не Пойдут Никогда Дух У Них Одинаково Одинаково Постоянно В голову Это Как Одного Духа Люди С Ними Не Связывайтесь Пожалуйста Сохраните Себя Кто С Ними Связывается Многие Заражались Еще У Кого Есть Слово Вот Если Можно У Меня Вопрос Есть По Этой Ситуации Вот Они Говорят Что Игнатий Тихонович И Вы Тоже Метайте Бисер Перед Свиньями Не Давайте Святыне Псам И Вот Я Почитал Толкование Святых Отцов И Они Практически Все Ну Многие Кто Про Причастие Говорит А Кто Говорит Про То Что Нельзя Открывать Тайны Христовые В том Числе Нельзя Открывать То Что Христос Умер За Нас Как Это Главная Такая Тайна Можно Сказать Да Не Знаю Вот Как Это Примирить С тем Что Идите И Благовествуйте Вообще С тем Благовестия Почему Святые Отцы Это Не Примирили С тем Благовестия Как Так Получилось Что Вот Этот Стих Из Библии Не Давайте Святыне Псам Полностью Противоречат Духу Благовестия И При Этом Святые Отцы Это Не Освятили Вот Может Быть Я Не Нашел Просто Как Так Я Дам Ответ По Этому Вопросу Я Уже Его Разбирал Игнатий Тихонович Давал Ответ Бисер Это Высокие Духовные Истины Свиньи Это Те Кто Изверующие Но Валяющиеся В грехах То есть Грешники Они Он Пьяница Он Допустим Пьяный Ему Он Это Ничего Не Будет Слушать Ему Это Не Надо Свинья А Пес Это Тот Который Неверный Неверный Агрессивный То есть Он Будет Спорить Там С тобой Вот Спорящим Вот Допустим Ты Возникаешь И он Начинает Опровергать Христос Умер За Грехи А он Начинает Спорить А как Это Может Быть Все Ты На Этом Заканчиваешь Больше Ты С ним Ты Теперь Знаешь Это Пес Ты Заканчиваешь Но Пока Ты Еще Ничего Не Сказал Ты Не Знаешь Пес Это Или Свинья Как Он Отреагирует На Это Ты Не Знаешь Ну То есть Понятно Если Пьяный Видно Свинья И вот Ты Только Не Говорить Высокие Духовные Истины Это Святая Святой Троицы Вот Это Такое А не То Чтобы Ты Не Говорить Вообще О Христе Такого Вообще Нет Ты Должен Когда Уже Беседа Пошла Тогда Уже Определяется Непосредственно Кто Перед Тобой Стоит И там Ты Уже О другом Можешь Говорить Если Посмотреть Чат Рулетки Уже Видно Что Перед Тобой Человек Который Не Будет Слушать И Ты Уже Говоришь Не О Высоких Духовных А О Каких То Простых Вещах Отходишь От Него Но Это Надо Опыт Это Целое Дело Оно Никак Не Противоречит Друг 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 Это Они Неправильно Просто Понимают Все Они Не Отличают Что Такое Учительство От Благовестия Не Отличаю Благовестия Благовестия Это Ты Пример Такой Очень Простой Ты Говоришь Благую Весть Вот Спаситель Пришел Вот Люди Сухи Голод В стране Точнее Воды Нету Все Ходят Без Воды Они У них Жажда Они Умирают А Ты Нашел Источник Воды И Ты Побежал И Кричишь При Всему Городу Там Источник Воды Идите От Него И Пейте Вот Ты Благовествуешь Ты Благую Весть Им Принес Ты Говоришь О Христе Христос Пришел Он Умер За Наши Грехи Можно Больше Не Грешить Можно Обновиться Это Представляешь И выходят Люди Тебе В ответ Говорят А ты Че Какого Имеешь Право Нас Учить Вот То же Самое Происходит С Обратился И ты Его Учишь Вот Это Поступай Как Я Вот Здесь Как Учителя Уже Наставляешь Сюда Нельзя Сюда Нельзя Это Делай Это Нельзя Делай Это Поэтому То есть Объяснение Истолкование Писания Это Уже Учительство А возвестить О Христе Это Все Что Ты Скажешь Правильно Типа Вот Этой Дороги То Он Не Знает Куда Эти Он Потерялся А ты Горюш Вот Идти Туда Правильно Ты Ж Его Не Учишь Ты Ему Благую Весть Возвещаешь А Вот Когда Человек Например Делает Не По Слову Божию И Ты Ему Об этом Говоришь Это Что Тогда Благовестие Или Учительство Нет Это Обличение Это Как Не То Не Другое Это Обличение Ну Как Вот Человек Представляешь Он Любой Убери Из Духовного Вопроса Переведи В Другой Обычный Материальный Вопрос И Сразу Все Станет Ясно Материальный Вопрос Человек Представишь Там Сажает Другой Стороной Там Морковку Ты Ему Говоришь Ну Надо Другой Стороной Посадить Вот Это И Или Ну Что То Неправильно Делает Там Пишет Неправильно Буква Совершил Ошибку Буквы Слове Ты Ему Говоришь Об Это Обличение Исправление Ну Я Поняла А Вот Там Угнати Тихонча В книге Вот Есть Послание Второе Включите Пожалуйста Камеру Кто Говорит Чтобы Люди Смотрели Тоже Видели Если Есть Возможность Конечно Ну Вот Я Включила Но Меня Не Видно Да Наверное Почему Не Видно Да Ну Вот Я Не Знаю Я Включила В общем Я Хотела Спросить По Поводу Вот Есть Павла Апостола И Там Сказано Проповедуй Слово Настой Во время И не Во время Обличай Запрещай Увещевай Со всяким Долготерпением И назиданием То есть Вот тут Есть слово Запрещай Как это Понимать Вообще Ну Я вот Понимаю Да Что Обличай Вот Я Обличила Человека Увещевай Я так Понимаю Это Говори О Слове Божьем Сообщай Человеку О том Что Говорил Христос Проповедуй Тоже Понятно А что значит Запрещай Какое Я имею Право Человеку Запрещать Ну Это Епископ Усказано Священнику Уже Запрещай Можно Сказать Запрещаю Тебе Сатану Да Ну Так В церкви Это Запрещает Епитимья Наложить Ты Запрещаешь Ему Причащаться Запрещаешь Он Не Должен Литургии Верных Присутствовать Запрещай Запрещай Что-то Делать Грех Какое-то Запрещай Ему Это Священство Большин Большин Я По сути Получается Не имею Права Единственное Что по отношению К детям Могу Что-то Запрещать А так Люди Там Своих Равных Братьев Сестер Я Не Могу Этого Делать Да 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 Все Лилия Все Вопрос Сейчас Давайте Другой Кто-то Расскажет Что-то Давайте Братья У кого Еще Чем Есть Поделиться За Эту Неделю Ну И вообще За Это Время Виталий Я Звук Отключил Если Ты Хотел Сказать То Включай Вот Георгий Сейчас Давно Мы Георгия Не Слышали Расскажи Брат Георгий Как Ты Там Поживаешь Как Где Ты Там Все В Порядке Все Слава Богу Поживаю Хорошо Работаю Только Много В Храме Пытаюсь Создать Общину Тружусь В Этом Направлении После После Службы У нас Ну Добился Чтобы Занятия Проводились Пока В 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 Все Видно Да Пока 80 Человек Ходят Ну Уходят От Формата Занятий Формат Болтовни Ну Я Набрался Терпения Постоянно Постоянно Евангелие Новый Завет С толкованием Феофилакта Болгарского Пока До Пятой Главы Дошли Матфея День Ну Каждый раз По главе И то Не получается До конца Пройти Болтовню Я пытаюсь Как бы Руководить Этим Процессом Но Вышибают И Священник Вышибает Из этого Процесса Уводит Ему Это Может быть Невыгодно Может быть Его Обличает Что-то Уводит Это В другой Формат Но Тем не менее Процесс Идет Процесс Я настойчиво В этом Веду Все Думаю Ну У меня Думаю Получится Тяжелый Процесс Ну Получается Евангелие Раздаю Мне Господь Работу Такую Дал Я сам Так Удивляюсь Что Постоянно Ну Я на газели Езжу На машине Постоянно Новые люди Постоянно Садятся Ко мне В машину В кабину И все Он мой Начинаем С бороды И Заканчиваем Иисусом Христом И Такая Радость Каждый раз Я Благовествую Проповедую Такая Радость Мне Это Доставляет Такую Радость И думаю Вот же Меня Господь Как Поставил На эту Работу Сколько Людей Сколько Я Постоянно Рассказываю Христе И О церкви И Разные Разные Вопросы Вообще Так Интересно Все Происходит Сегодня Крестный Ход Был В Храме После Службы После Литургии Ну Единственное Что Меня Самого Огорчает Что Из-за Работы Я Редко Тут Тружусь На этом Попроще В чате Раньше Я Активен Был Ну Очень Активен И 7 8 Раз В день На Стопоклонную Молитву Призывал А сейчас Практически Отошел От этого На вечернюю Молитву Часто Опаздываю Чаще Чаще Опаздываю Чем Присутствую Георгий А как там У вас Устроено Прошла Служба Потом Крестный Ход Потом Трапезы Или Как Или Сразу Писание Люди Голодные Там Слушают Или Как Это Сегодня Был Крестный Ход А так После Службы Когда Кресту Подходят Люди Батюшка Настоятель Церкви Оповещают Что Сегодня Будут Проводиться Занятия Но Он Чаще Говорит Чаще Говорит Клуб Библейский Приглашаются Все На Библейский Клуб На Кружок Я Потом Поправляю Не то чтобы Напрямую Поправляю Вступительное Слово Я говорю Сегодня У нас Занятия Будут Проводиться По изучению Библии Не кружок Не клуб А именно Занятия Ну Вообще Он Расположен Ко мне Прислушивается Хотя Иногда Начинает Как бы Уходить В сторону Как-то Вот Нему Видимо Что-то Не нравится В сторону В сторону От прямого Разговора Уходит Вот Икония Смотри Вот Я К чему Говорю Люди Готовились К причастию Предположим Ничего Не ели Литургия Закончилась И тут же На занятия Или Какой-то Перерыв Есть На трапезу Как-то Нет Перерыва Никакой Трапезы Нету Это Происходит Занятия В храме Возле Алтаря Справа Справа Комната Есть Для Как же Она Называется Пономарская А слева От алтаря Просто Другая Комната Мы там Собираемся И Вначале Было Постоянно Чаепитие Я кое-как Добился Чтобы Чаепитие Это убрали Чтобы Прекратили В храме Всякие Трапезы Чаепитие Как Можно Изучать Слово Божие В это Время Есть Печенюшки Хлюпать Чаем Добился Убрали Батюшку Столько Ему Ссылок Скидывал Ватсап Столько С ним Ну Как бы Потрудился Справился С этим Но Если Еще В трапезную Ити Ну Разойдутся Люди Я боюсь Сразу После Службы Идем На занятия И то 8-10 Человек Больше Не бывает Вот Поэтому Может Не бывает Я говорю Люди Голодные Просто И уходят Поэтому Я просто Уже По опыту Других Знаю Мест Что Нигде Так Не делается Что Сразу Прямо Идет И это И это Обычно Дает Перерыв Положим Полчаса Или 40 Минут А потом Уже Потом Уже Это Занятие У нас У нас Уходят Все Из храма Сразу Уходят Все Если Перерыв Это Все И Этих Дести Не будет У нас Храме Обязательно Сначала Надо В трапезную Поесть А потом На сытый Желоток Поднимаемся На второй Этаж И там Занятия И тоже Бла-бла-бла Читать Не хотят Никто Батюшка Читает Но Быстренько Прочитал И сам Как мог Толковал Я говорю Так ведь Надо Вот так Вот так Нет Ой Рахиль Молчи Женщины На меня Братья Кто Сестры Кто хочет Выступить Вы Либо Руку Поднимайте Либо Пишите В чате Что Я Я вас Буду По очереди Уже Одни Рука Та Рука Где У меня Старая Версия В чате Тогда Просто Поставьте Значок Какой-нибудь Все Я В общем Сказала Но Вообще Мне Тяжело Это Дается Потому Что Я Один Кто Так Понимает Кто Так Думает И Большинстве Там Например Женщины Они Начитались Святых Отцов И Иисус Христос Для них Как бы Получается Не авторитет У них Святые Отцы Сказали Святые Отцы И все Такое Прочее Иисус Христос Потом Я Выправляю Ситуацию Потихоньку Через Слово Божие Показываю Что Я Есть Путь Истинной Жизнь Христос Сказал И вот По слову Божию По слову Божию Постоянно Потихонечку Давлю 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 И выправляю Эту ситуацию Чтобы приходило Понимание Что Спасаемся Только Через Христа Не через Бричинина Даже Не через Золото Золото Уста Только Через Христа И Потихонечку Работа Идет У меня Тяжеловато Но Идет Ну Спаси Христос Брат За то Что Появился Но Тебя Здесь Нет Зато Ты Там Есть Ты Там Это Большое Дело Труд У нас Ни у кого Такого Нету Поэтому Ты Посланник Туда От Нас А мы Молимся Здесь Уже Все Вместе Спаси Христос Так Братья Кто Еще Что Сказать Хочет А так Вижу Артур Потемкин Артур Тебе Слово Камеру Включи Тоже Ну Она Мне Немножко Сбоку Видно Нет Видно Да Вот Хотел Спросить У Николая Он говорил Про то Что он Выписывает Евангелие Вот Как Это Организовалось Где Их Выписывают Как Их Можно Выписать Например Куда Он Обращался Про Это Еще Хотел Спросить Вот Там Владимир Паченко Делал Ну К Крещению Ко всему Такие Брошюрки Можно Сказать Ну Не Брошюрки А Именно Набор Информации Если Она В Электронном Варианте Чтобы Ее Например Тоже Попытаться Размечаться Да Есть Выходите На Меня Поним Николай Тоже Все Отправят Передаст Артур Я Отправлю А то Что Владимир Делал Я На Диск Загрузил Я Ссылку Отправлю Там Все Брошюры Собраны И Я Отправлю Сейчас Сюда И Ссылку На Брошюры И На Евангелие На Сибирскую Благозвонницу На Издательство Пишешь Там Письмо И Все Спаси Христос Ну и По поводу Греков Тоже Можно Было Добавить Мне Кажется Тут Уместна Эта Притча О Царе И Брачном Пире Там Он Сказал Когда Званные Не Захотели Прийти Он Сказал Идите И Всех Зовите Пойдите На Растути И Всех Кого Найдете Зовите На Брачный Пир Так Что О чем Они Там Болтают И Не Знают Какие Безумные Люди Спаси Христос Спаси Христос А так Для Людей Которые Не Знающие Есть Да У Нас Ресурс Православии Вячеслав Что Зависло Все Меня Тоже Выбило Вот Сейчас Отвисло Выбило Меня Тоже Ты Сейчас Зашел Евангелие Красное Евангелие Каждый Может Себе Заказать Направить По Почте Ссылку Мы Сбросим В чат А Вот Здесь Уже Все Сбросили Все Николай Молодец Все Сбросил Святой Евангелие В каждый Дом Я скажу Кратко Там Заявку Вот Посылаешь Вот Эту На Адрес Там Обычно Дионисий Отвечает И Потом Он Звонит По Телефону Указанному Вами И Говорит Что Ну Что Вам Согласовано Забрать Там То Или Например Если Не В Москве Живете То Они Вам Отправляют И Вы Оплачиваете За Отправку То есть Евангелие Не Оплачиваете А Оплачиваете Непосредственно Отправку Ну Там При Получении По Моему Это Он Там Обычно Все Говорит Такого Долго Не Звонят Кому Или Не Отвечают Это Значит Что До Вас Скорее Сего Не Дозвонились Или Номером Ошиблись Или Что То Отправляют По Россия Не Да Но Если Надо Кому То Куда То Вы Можете Мне Дать Знать То Стим Отправить А Меня Поставить В Копию Мой Адрес Я Сейчас Добавлю Туда Сообщение И Я Тогда Уже Смогу Отправлять Другие Страны Куда Там Они Не Отправляют В СНГ Или Вообще В Другие Страны Спаси Христос Брат Еще Какие Есть У кого Дополнения Поделиться Чем Ирина Кондратюк Сестра Можешь Рассказать Как У тебя Там В школе Дела Если Есть Звук Там Или Камера Так И Выбило Перезайдите У кого Звука Нет Просто Перезайдите Так Меня Слышно Видно Хорошо Видно И Слышно Еще Хочу Ну Рассказать Я езжу Много На машине Другие Города Езжу В командировку Кемеровской Области Кемеровской Области Есть Город Междуреченск Перед Нем Село Безруково Там Монастырь Я Несколько Раз Проезжал Ну И тут Время Как раз Было Свободно Дать Думаю Зайду Посмотрю Что Там Пост Был Смотрю Лавка Церковная Лавка Продукты Монастырские Продукты Зашел Женщина Без платка Я говорю Это территория Монастыря Она Да Это Обитель Монастыря Я говорю Вы Без платка Это нормально Она Пошла Дела И стал Рассматривать Продукты Это был Пост Как раз Грудинка Копченая Сало Соленое Пельмени Сибирские И все Я говорю Это монастырская Еда Она Да Что вас Смущает Я говорю Пост идет Ну Сюда Заходят Не только Верующие Люди Простые Я говорю То есть У вас Бизнес На первом Месте Ну Сильно Я с ней Не разговаривал Понял Рассмотрел Продукты Из Всего Перечня Постное Только Нашел Маринованные Грибы И соленые Огурцы Из Всего Перечня Там Витрины Разные Холодильники Были Ну И в храме В храме Такая же Болтовня Такой же Бардак На службу Зашел Я поставил На службе Такой же Бардак Абсолютно Это что-то Я Так Ну Расстроился Думал Монастырь Там Монахи Думал Какая-то Все-таки Ну Строгость Должна Соблюдаться Нет Еще Хуже Пород Беснование Какое-то Даже Заметил Женщины Громко Разговаривают Печально Почувствовал Себя Инопланетянином Да Да Что-то Вроде Этого И я Как бы Батюшку Своем Куда Хожу Храм Где Причащаюсь Я Там Считаю Бардак И батюшку Постоянно Ну Показываю Обличаю Там А я Увидел Что у нас В храме Порядка Больше У нас В храме Ну Если не Благочестивая Обстановка По сравнению С этим Монастырем То Разница Большая Так А вот здесь У нас Лариса Я просто Даже не знаю Кто это Лариса Это Новенькая Да Добавилась Я так понимаю Вам Слово Лариса Что-то Хотела Сказать Микрофон Включила Она Говорите Алло Слышите Меня Да А есть Видео А я Пробую Вот Пробую Сейчас Видео Ооо Все Видно Теперь Видно Все Хорошо А где Вы Нет А я Вы говорите Меня Не надо Видеть А А вы Меня Видите Да Да Добрый День Всем Братья Сестры Да Я Новенькая Я Хотела Просто Рассказать О ситуации На работе Но Может быть Это Не Совсем Тему Не Совсем Может быть Я Борюсь Против Весов У нас Сейчас Идет Я в Исландии Живу У нас Идет Вакцинация Полным Входом И Например Наши Наши Сотрудники Нас 25 Человек Я Работаю В детском Садике Они Все Уже Это Сделали Я Две Недели Назад Я Отказалась От этого Но В общем Я Не Скрывала Сво Своё Своё Мнение Ну И Получается Так Что Заведующая Мне Сказала Значит Ты Должна Будешь Закончить Работу Я Сейчас Ушла Как На Больничный И Сижу Дома Но Она Заведующая Она Исламка Она Делает Всё Чтобы Унизить Меня Полностью Как бы Разговаривать С Работниками Говорить Что Я Очень Опасна Что Я Буду Опасна Для Детей Так Интересно Что Две Недели Назад Я Еще Не Была Опасна Но Сейчас Я Уже Опасна Стала И Я Вижу Как Люди Просто Ну Во-первых Это Исландия Здесь У нас Есть Маленький Храм И В общем-то Исландцы Конечно Считаются Людьми Верующими У них Здесь Есть Но Веруют Они Как У них Получается Так Что Да Я Верю Конечно Я Хожу В Храм Они Здесь Баптисты Есть Немножко Католиков Есть Даже Христиан Немного Которые Ходят В наш Храм Но Они В общем Себя Считают Еще Верующими Но Верующими Только Из-за Того Что Они В Храм Ходят Больше И Я Конечно Вижу Как Люди Просто Знаете Как Бесы У них Сидят Они Как Рекламируют Вакцину Рекламируют Слушают Все Про Бога Не Говорится Вообще Я Хочу Еще Один Сюжет Рассказать Осенью Когда Хэллоуин У нас Кстати Русская Женщина 20 лет Живет Здесь Наполовину Грузинка Она Работает В соседней Группе Она Сказала На Хэллоуин Сделала Фотографии Всех Наших Детей Сказала Мы Наложим На Эти Фотографии Вот Эти Все Сумасшедшие Маски Знаете Как Даже Не Хочу Говорить Ну Вот Зубы Там И Все Это Прочее У Меня Был Такой Шок Я Говорю Нельзя Этого Делать С Фотографии Нельзя Делать Этого Ты Ничего Не Понимаешь Это Здорово Они Здесь Все Привыкли Этому Мне Даже Стало Плохо И Вы Знаете Они Сделали Эти Фотографии Спрашивали Детей Подходить И Выбирать Маску Чтобы Наложить На Фотографию Многие Детки Я С Пяти Шестилетками Работаю Они Даже Это Какое-то Кощунство Мракобесие Что Что Это И Вы Знаете Когда Родители Ничего Не Сказали После Того Как Детям Раздали Все Эти Фотографии Вот У нас На две Группы Пятьдесят Человек Детей И Одна Только Семья Польско Русская Польско Литовская Они Пришли И Сказали Что Как Возможно Такое Мы Верующая Семья Какое Имели Право Детей Мы Учим Своих Детей Верить В Бога И во Все Светлое И мы Против Этого И они Написали Письмо В детский Садик Что Такого Делать Нельзя Но Я О чем Хочу Еще Сказать Я Как Новенькая Спасибо Вам За то Что Вы Меня Приняли Я Конечно Не Всегда Бываю Вместе С Вами Спасибо Вам Огромное У Меня Еще Есть Может Быть У Ситуация Разрешилась Но Честно Говорю Я Уже Смотрю В сторону Того Чтобы Вернуться На Родину И Быть Вместе Со Своими И Вот Эта Ситуация С Этим Вирусом Открыла Мне Ворота И Дорогу К Богу Полностью Поменяла Мое Мировоззрение Открыла Глаза Что Здесь Происходит И Чему Здесь Детей Учат И Пытаются Пропагандировать Вот Эти Все Новые Мировоззрения Когда Девочка Не Девочка Мальчик Не Мальчик Я Заведующей Тоже Сказала Что Я Против Этого Я Не Могу Это Поддерживать Она Мне Сказала Ну Я Поняла Твою Позицию Но Ты Ни С Кем Не Разговаривай Из Работников И С Родителями Не Говори Про Свою Позицию И У меня Еще Есть Вопрос Такой Извините Что Я Так Быстро И Долго Говорю Библию Вы Рассылаете Есть Возможность Мне Получить Ее В Исландии Спасибо Вам Огромное Спасибо Христос За Свидетельство А Вы С Какого Города В России В России Я Русская Но Я Умею Российское Гражданство Но Муж Беларус Царство Ему Небесное А Дочь У меня Живет В Беларуси В Минске А Мама С сестрой Смоленск Под Смоленском Но Я Сама Живу В реке Алики Сейчас Вячеслав Это Моя Подруга Лариса Все Понятно Все Понятно Вы Если Вернетесь То Туда В Беларусь Да 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 У меня Есть Такой План И Я Думаю Об этом Просто Каждый День Встаю И Думаю И Ложусь И Думаю Об этом Но Это Не Так Все Мне Нужно Правильно Это Все Сделать И Мне Нужно Минимум Три Месяца Чтобы Здесь Все Документы Оформить И Жилье Сдать И Все Но Я Так Для Себя Решила Что Это Только Вопрос Времени Конечно Что Люди Которые Понимаете Они Потеряли Душу Когда Человек Думает Только О Деньгах О Том Чтобы Выехать Куда-то Отдохнуть Люди Перестали Думать О Детях О Своих Совершенно Это Какие Сейчас Здесь Правила Алло Говорите Говорите Полностью Безобразие Входится Американская Система Здесь Как бы Получается Что Исландия Поддерживает Несколько Лет В системе Образования Дошкольных Учреждений Разные Программы Разных Стран Вот Мы Были На Польской Системе Какое-то Время Были По Системе Дания И Сейчас Мы По Системе Американской Должны Как бы Воспитывать Детей И Пропагандировать И вот В сентябре Нам Первый раз Положили На На столик Там Где мы Кофе Пьем Брошюрки Такие Что Мы Должны Больше Давать Свободы Детям Мы Не Должны Говорить Что Ты Мальчик Ты Девочка Может быть Больше Дать Свободы И Говорить О том Что Может быть Ты Девочка Не Девочка На самом Деле Может быть Ты Не Мальчик На самом Деле Меня Это Так Возмутило Потом Мы Сидели С Нашей Старшей В группе Еще Были Девочки Из Других Групп И Моя Старшая Спросила Что Ты Об Этому Думаешь Я Спросила Свою Старшую Что Ты Об Этому Думаешь Она Ничего Не Сказала Все Просто Опустили Глаза А Я Сказала Конечно Когда Люди Боятся Говорить То Они Просто Молчат И Опускают Глаза Потом Садов И Там У нас Тоже Например В ноябре Был Такой Шесть Часов Вещала Нам Женщина Из Нью-Йорка Она Прекрасно Говорит На Исландском Она Училась Здесь В университете Потому Что Сейчас Это Проблема С болезнью Она Сидит В Нью-Йорке И вещает Нам Из Нью-Йорки Вот Эту Пропаганду Мультикультуризм И Что Мы Должны Шире Смотреть На Вещи Мне Было Знаете Что У меня Последнее Время Ощущение Что Я Просто Могу Упасть И Потерять Сознание От Того Что Люди Просто Обезумели Потом У нас Через Несколько Дней Похоже Наша Заведующая Прошла Такой Курс И Она На Собрании Сказала Что Вот Так Интересно Вот Мы Должны Может Быть Эту Тему Развернуть Как С родителями Поговорить Может Быть Книги Как Нас 25 Человек Мы Сидели И Такая Была Тишина Несколько Минут А потом Одна Исланка Сказала Да Я Готова Найти Литературу Это Очень Интересно У нее Самой Трое Детей Мало Мало Меньше Чем Она Думает И Она Видимо Прочитала Какие Книги У нас В группе Ко Мне Стали Подходить Дети И Говорит Лариса Лариса Я Больше Мальчик Чем Девочка Я Мальчик Я Мальчик А Девочки Стали Подходить Говорит Лариса Я Больше Девочка Чем Мальчик Ну И Я Конечно Говорю Да Конечно Это Девочка После Этого Я Поговорила С Заведующей Что Понимаешь Я Не Поддерживаю Это Мы Не Должны Об Этому Говорить С Детьми Это Травмирует Психику И У Тебя У Самой Дети Внуки И У Меня Тоже Неужели Ты Хочешь Чтобы Ты Своим Детям Вот Это Вот Извините Втюхивала Вот Эту Пропаганду Она Ну Долго Говорила Со Мной Краснела Потом Сказала Твою Позицию Поняла Главное Чтобы Ты Ни С Кем Не Говорила Об Этому Саду И С Не Хочу Это Пропагандировать Я Просто Хотела Чтобы Ты Знала Мое Мнение И Я В этом Участвовать Не Буду Ну Вот Очень Происходит Все Понятно Лариса Все Понятно Возвращайтесь На Родину Там Там Делать Нечего Все Вы Можете Пожалуйста За меня Молиться Чтобы Мы Уже Все Добавили В Молитву Будем Обязательно Молиться Вы С нами Выходите Здесь На Молитву На Занятия Здесь Сейчас Все Собраны Со Всего Мира Люди Как Раз Таки Которые Небезразличные Верующие Такого Нету Нигде Вот Как У нас Здесь Нигде Нету Потому Что Чтобы Соблюдали Все И Строго По Слову Божьему Поступали В Церкви Находились Такого Нигде Нету Здесь Господь Нас Сохраняет Видимо Не просто Так Нас Всех Здесь Собрал И Вот Конечно Мы будем И о вас Молиться Все Вместе И тут И были Такие Случаи И подобные Тоже И на работах У многих Но все Таки В России То что Вы говорите Такого Нету И никак И оно Может и Будет Но только Еще Может Позже Гораздо Да Опаздывает Опаздывает Но уже Внедряется Я вот Тоже Слежу И разговариваю Со своими Родственниками И конечно Происходят Тоже Страшные Вещи Но Мы будем Все Лариса Сейчас уже У нас Время Подходит Лариса Кратко Еще Вопрос К вам Вы в какой Храм Ходите И кто Там Настоятель Вы можете Сказать Мне Это Иван Спрашиваю У нас У нас Маленький Домик Такой В реке Я к сожалению Хожу Не часто Туда У нас Отец Тимофей И вот С тех пор Как Вот этот Вирус Начался Фамилия Есть у него Знаете Фамилию Я Выложу Вам Я напишу СМС Точный Да Давайте Это с Евангелиями Мы попробуем Сделать Хорошо Хорошо Я вот Не очень Такая Примерная В храм Я хожу Очень редко Очень редко И последнее Время Я не была Очень долго В связи С этой Пандемией Потому что Я Не могу Я одевать Это на лицо И там Заставляют Чтобы в храм Ходить И все Практически Тоже Получили Укол И наш батюшка Тоже Тимофей А мне Прямо Как-то Я Ноги Не идут Ну Спаси Христос Спасибо Христос Свяжемся Да Приезжай Подруга В Беларусь Спасибо Люблю Вас Всех Ну Ладно Да Легина Вы Уж Там С ней Пообщаетесь Уже Да Там По внешнему Уже Разберемся Дальше Мы Общаемся Да Общаемся Ага Так Братья Ну Все Время У нас Подходит Игнатий Тихонович У меня Вопрос Был Когнатий У меня Уже Тут Летит Это Со Всех Сторон Можно Задать Короткий Вот Я И Хочу Игнатий Тихонович Вызвать Но Я Слушаю Ну Вот Эта Жена Георгия Мне Уже Мои Материал Послали По Волосам Она Говорит Так А че Проте Аким То Ходит И Пример Подает Такой Ну Че Ей Ответить Ему Жен Говорят Многократно А он Все Рано Ходит Так И Говорит Вот Пожалуйста Соблюдают Они Говорят Все Заповеди Вот И Все Каноны И Что Нужно Сделать Я Не знаю Что Нужно Сделать Что Ей Ответить Я Уже Написал Сказать Ему Я Сегодня Выговаривал Уже В Как Самсон И Игнат Тихонович Вам Что То Есть По Собранию Добавить Поделиться Чем Что Говорит Лариса Ушла Мало Сказали Чтобы Она На Наших Сестер Посмотрела Как Одеваться Надо Чтобы Ни Одного Сантиметра Квадрата Ни Груди Не Был Тело Видно Помочь Ей Надо Сразу Да Вот Ирина Как раз Через Кого Пришла Это Вопрос Она Заняться Чтобы Ничего Не Было Вот Как Вы Платок Носите Все Рядок Один Для Работаем Над Этим Ну Что Там Работа Только Сказала Я Делась И Все Работы Никакой Нет Сказать Что Следует Это Не Какой Это Шаг В сторону Делать Руки Протянуть И надеть Там же Видно Что Ножни Сами Выстрижены До груди Зачем Мне это Нужно Просто Показать Что Это Неприлично Бесстыдно И Все Своими Словами Вещи Называть Надо Ну Ну Что Слава Богу Поговорили Теперь Что Молитву И Заканчивать Полтора Часа Надо Сделать Собрание Полтора Ну Да И Больше Да Игнать Тихон Полтора Часа У нас Здесь Минут Двадцать Ушло На Начальное Подготовку Да Игнать Тихоныч Такое Предложение Что Если Все Таки Считать Вначале Только Бестолкование Только Писание Чтобы Меньше Только С Толкованием С Только С Толкованием Притом Толкование Мы Имеем Которые Блажина Фифилак Основывается Больше На Восемьдесят Процентов На Златоуссе У Ничего Не надо Искать Я По Этому Занятию Только В разных Университетах Восемнадцать Лет Вел Занятия Не считая Домашние Это Абсолютно Безошибочно И Укрепляет И Сохраняет Нас Святой Православной Верии Я хотел Сказать Вот этот Который Митропан Та был Я с ним Не разговаривал Это он Первый раз Тут его Вы привели И вот Представь себе Вот С такой Настырностью И выискивать Что-то Католицизм Не знали Этих Ересей Эти соборы Собирались Все Православными Это они Въедались В каждое Слово У него Нету Ничего Нету Но он Говорит Я гляжу Бешеные Глаза У него Ненормальный Взгляд Он бегает За книгами Ему не надо Он никуда Не выйдет И таких же К себе Притягивает Вот этим Через Тысячелетия Они накормили Россию Приехали Оттуда С лопатами С сундуками Ладана Евангелие Это никто не знает Тысячу лет Россия была Без Евангелия И куда они шли Эти люди И они Опять За прежние То же самое Они преступники Их судить надо Судом Человеческим И божественным Они Скрыли Слово И народ Погибает Я много Ездил И там В Грецию У нас Собрались Когда люди Свои Ну и спрашивают Вы ездили По разным Странам Ну и где Как верят Верят Я говорю Уровень разный Но хуже Греков Никого не встречал Совсем не верующие Вот кто тут Хорошо Наталья Усатая Знает Она абсолютно Правильно Все сказала Мы там были Притом Это все записано Ролик есть Такое вот дело И думаешь Тысячу лет Россия Была под их Игом Как они Не любят Давать власть Россия хотела Своё потарашиство Иметь Ни под каким Видом Придумали Томас А кто Вам Томас Дал Они Не верующие У них Только власть Приезжали Тут Табаком Заразили Всю Россию Так вот Он услышал Про табак И пишут Мне постоянно Теперь Про табак Доказывает То что Это не они Табак принесли Не они Принесли Павел Олепский Об этом Пишет Архимандр Еще Спрашивает Они Очень Лживые Тургаши Тургаши Вообще Лживые Между куплей Продажей Тургается Грех Как гвоздь Между Камнями В стене Так и это Они все Тургуют Везде Тургаши Другого Нету Но Тургаши Это не просто Слово Тургаши Они живут Этим Они торгуют То что Называют Святые Раскапывают Ищут Мощи Все это У них Непрерывно Везде То пояс Богородицы Нашли То еще Что-то У них Нет веры Они верят В фетиш Даже Патриарх Как-то Говорил У Тысячи Людей Пришли К поясу Богородица Ну где Пояс Богородица Она когда Жила Что так Тряслась Перед Поясом Своим Ну В выдумках Все Кошмар Какой-то Барыги И вот Принесли Они нам Это Ладно Хоть Не мусульманство Завезли Евангельского Ничего Нет Они Монахи Отобедали Лопаты Взяли Пошли Киевские Горы Копать Пещерное Христианство Нам Занесли В Россию Стихтанты Появились На Семьсот Позже лет И уже В три раза И больше Почему К ним Любой Зайдет Обличаемый Тут никто Не обличаем Он Он стоит Шатается С вещи Притом Научили сделать Дешевые Нечистые Нитка Обмазанная Мерзостью И продается На одних Свящах Две тысячи Процентов Пять Виселец По Карлу Марксу Это все Оттуда Переняли Они Вот эти Разные Нахлобучки Широкие Рукава Там Как Юбка У цыганки Ему Зачем Надо Я Как это Архиерея Метрополиту Сказал Да Все Оттуда Все Оттуда Куда Он Пойдет Идти Надо Открыто Как Апостолы Шли Апостольское Служение Вернуть Но это Только На отдельную Группу Они Все Бросятся На тебя К нам Приезжало Сколько Священников И как Юревич Андрей Фотографировали Снимали Переписывали Наши Уставы Кто-то Что-то Сделал У себя Не один Я Я Сразу Сказал Это Вам Не Дадут Кто Попы Они Сразу На Них Бросились Это Как Так С Тарелкой Не Ходить Да Вы Что Ну И Все Остальное Вот Вы говорите Порядок Какой Георгий Сказал Где Он Здесь Сравни С тем Как У нас Какой Порядок Он О таком Не Слышал Вы Сами Были А мы Ничего Тут И Не Делали Просто Говорили Людям Не Надо Ходить Шикать Не Говори Там Платок Надень Это Все Обговорено Когда Человек Готовится К К К Ну Вы Видели Которые Были Здесь Николай Вячеслав Тут Видели Я Валентина Сортизон Ольга Поступаний Стоит На месте Человек И Трудится Для Бога С ним Можно Разговаривать Умеют Хранить Тайну Несут Слово Божие Едут На Благовестие А там То У него Он Побыл Видишь Все Время Говорят Болтают Поесть Не как Трапеза Должна Быть Так И Было Надо Обязательно Чтобы У нас Кончилось Провели Собрание После Собрания Кто Уже Остается Кто Трапеза Все С собой Приносят На столы Вот Видели Как А после Этого Сразу Пока Сестры Убирают Тут Братья Сестры Поют И Начинается Занятие Полтора Часа Каждое Воскресенье А до Этого Было Мы Два Раза По Два Часа Занимались В Университете Вторник Пятница В школах Во всех Охватили По радио По телевидению Везде Двери Были Открыты За нами Попы Гонялись Буквально Как за Зайцами Выступали Везде По радио В газетах Чтобы Заглушить И Ничего Не Могли Сделать А мы В ответ Ничего Не Делали Просто Молились И Выступают Четыре Священника Их Всего Четыре Все Умерли Никого Нету Как будто Бы В городки Играет Вот Ударил И все Битые Битые И все Городки Вылетели Вот Посмотришь У них Костница И Вот Они С костей Научились Украшения Делать Богохульники В прах Ты В прах Возвратишься Главное У русских Нетление Нетление Он череп Целует Он желтый А у них Наоборот Два Три раза Раскопали А он Не гниет Все Бросай В море Сейчас Все это Скрывают Я говорю На какой Грани Это Признавать За святость Нетление И за святость Тление Явно Видно Что Сатана Стоит Хохочет Руки На пузе Сложил И Гогощет Они Этого Он Я ему Сказал Когда у них Готовили Там Люди Были Ревнители Перевести На греческий Язык На живой Патриарх С ними Был И патриарха Убили Он даже Ничего не знает Говорит На одном месте Топщится Митрофан На меня Везде Все рыпался А сейчас Нигде нет А я ему Никогда не отвечал Я вижу Мертвец Зачем Поганиться Мертвые Идите Мертвецам Отхоронить Мертвецов Хоронить А не раскапывать Даже если Хоронить И то уже Мертвец Хоронит А это Выкапывать Это Трижды Мертвецы Ничего не надо Говорить Я не добавляю Ничего Это у них Даже нужды Нету Батюшка Был у них После причастия Гляжу Говорит В церковной ограде Стоят Курят Он говорит Какие-то мужики Курящие Да это Причастники Сегодняшние Подходят Благословиться Там и епископ Он папиросу Справа руки В левую Переложил Благословил И пошел Дальше Греция Я не знаю Насколько Достоверно Там Сколько в Греции Греков-то Там Греков Натурально Там Не больше 15% А все Остальное Там Арабы Русские Грузины Армяне Это у нас Наш один Человек Был На Грещанке Женат Они туда Уехали Ну вот так Давай Закругляйся Поблагодарить Бога Надо Молитву Последнюю Тоже назначать Да Ну да Скажи Кому-нибудь Сам Тут Погляди Пускай Если Ничего Могу Я Сказать Илья Вечкутов Там Пускай Помолится Илья Илья Вечкутов Ты Здесь Да Здравствуйте Здесь Помолись Пожалуйста Пойте Воскресенье Пасхальное И сразу Молитву Совершите Краткую Так Пасхальное Ангел Выпияж Да Это я сам спою Ага Хорошо Ангел Выпияж И благодат Ней Чистая Дева Радуся Ипаки Реку Радуся Твой Сын И Воскресе Три Дневе От Гроба И Мертвый И Возвидну Новые Люди Веселитесь Светися Светися Новый Иерусалим Слава Бог Господня На тебя Восея Ликуй Ныне И Веселись И Сегодня Ты же Чистая Красуйся Богородице О Восстании Рождества Твоего Аминь Молись Всего Укрепиться Веря Веря Православной Помоги Нам Всем Дай Нам Сил И Терпение Дай Нам Помощи Быть Нищими Духом Благословляем Благословляем Друг друга Господи Благословляю Всех Кто Сегодня На Ниве Божий Господи Благослови Пожалуйста Наше Начинание Защити Нас От Всего От Всех Врагов Телесных И Бестелесных Даруй Нам Пожалуйста Любовь К друг Даруй Нам Здравия Здравомыслия Просим У тебя Божия Помощи Во Всем И Помоги Нам Пожалуйста Господи Общаться С тобой Слышать Голос Твой Помоги Нам Рано Ложиться Рано Вставать Молиться И Во Всем Искать Волю Твою И Исполнять Заповеди Твои Господи Слава Отцу И Сыну И Святому Духу Аминь Аминь Слово Пожалуйста Истреби Чтобы Никогда В молитве Не было Его Вы Пять Раз Повторили Его Хорошо Аминь Аминь Спаси Христос Братья Через 10 минут Уже Занятие Начнется Продолжение следует